Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. В этом видео волшебные добавки масла SMT2ER, как они работают, из чего сделаны и стоит ли их применять в ДВС. И снова про обманы фокуса с китайской машиной трения. Давайте обо всем по порядку. Миллионы людей посмотрели видео российских блогеров, которых те показывают один и тот же фокус. Они покупают китайскую пародию на машину трения Тимкина, вот такого вот однорукого бандита, который совершенно не предназначен для тестирования моторных масел. И делают, устраивают шоу одинаковое абсолютно. Берут несколько брендов моторных масел, известных, как правило, и одно неизвестное, либо наоборот распиаренное, и делают по очереди тесты. Один из продуктов показывает результаты, которые в несколько раз превышают показатели остальных. Из чего блогеры делают вывод, что данное масло является наилучшим в плане противозадиранных, а антифрикционных присадок крепкое, самое масло является крепким. Забавный такой термин, не по отношению к полимерным загустителям и пакетам присадок, а вот к этому тесту на ярмарочные машинки трения. Вот самое обидное, что именно после этих публикаций у этих блогеров появились миллионы подписчиков, и они поверили в эти фокусы, в эти ярмарочные представления, и делали вывод, что действительно таким вот образом можно проверить качество и характеристики, и некоторых моторных масел. В прошлом году я был в Дагестане, в Махачкале, заехал к своему другу из GDM Oil, Бибулату, Бибулату, тебе привет большой. У него как раз была такая машинка трения, он на ней показывал клиентам, как работает SMT2. Я взял у него ее погонять на пару месяцев, чтобы сделать серию видео и показать, как на самом деле работает машинка трения, что она показывает, и как с ее помощью миллионы, миллионы людей были введены в заблуждение нашими российскими блогерами. Все это серия видео есть в описании к этому, там несколько частей с названием и ссылками. Если кому-то лень смотреть, переходим сразу на четвертую часть, которая называется «Разоблачение фокуса машинка трения», и смотрим с 30-ой минуты, там я коротко говорю во всем, если у кого-то нет желания там все это пересматривать. Вот, поэтому четвертую серию открываем, 30-ую минуту смотрим, там я все рассказываю. Потому что видео дальше, это вот будет еще длинным, там рассказывать будем конкретно его, из чего они сделаны, как они работают при садке эти. В первой серии я взял 12 продуктов Mobil разных, разной вязкости, начиная от 10W60, самый вязкий продукт, до 0W20, разных ценовых категорий, от Super2000 до Mobil1. Протестировал, и все продукты показали предсказуемый результат, одинаковый. Ну, антинаучно 3-4 блина показали, ну, 4 блина, скажем так, в среднем. Никакой из продуктов не был в лидерах, потому что это вполне обоснованно, так как в любых абсолютно продуктах, которые выпускают известные компании, все практически мировые компании, используется одинаковый плюс-минус пакет антифрикционных, антизадирных присадок, вернее, не одинаковый, конечно, пакет по стоимости, но одинаковый по своим антифрикционным и противозадирным свойствам, достаточным для правильной работы продукта в обычном ДВС. Во второй серии видео мы взяли российские продукты, самые дешевые, которые только смогли найти, это М8В, М10К2К, М10ДМ, и тоже протестировали их. М8В, продукт, который в рознице стоит в 10 раз дешевле, чем Mobil, показал такой же результат, примерно, как и у Mobil. После чего мы добавили в М8В, в самый дешевый российский продукт, на 150 рублей примерно по объему СМТ-2 добавки в объеме, и получили с вами результат 15 блинов против трех, которым показывал без добавки, без этой. Таким образом, мы за 150 рублей из М8В сделали супертехнологичный продукт, по логике тех блогеров, которые показывают данные фокусы, которые уделывают сразу напрочь все Mobil, Shell, Kastrola, все продукты абсолютно. Вот, кстати, шампунь показал результат в 11 блинов, по-моему, тоже, если не ошибаюсь. Это вполне предсказуемо, потому что, если вы перевернете любую упаковку шампуня, просто обычного, шампунь мы использовали БКМ, то есть для бесконтактной логики машины, можете там домашний шампунь использовать. Это покажет один и тот же результат. Почему? Потому что шампунь – это кладезь всех элементов различных, в том числе, которые оказывают антифрикционные действия, имеют вернее. То есть, перевернете упаковку шампуня любого, просто обычного шампуня для волос, и посмотрите более подробно на описание, посмотрите и сравните с теми элементами, которые обладают хорошими трепологическими полезными свойствами. Поймете, почему так работает. Это не фокус никакой, это не фейк. Шампунь действительно показывает результат лучше, чем моторное масло. По логике тех же блогеров, его можно просто смело заливать в ДВС и на нем кататься. В третьей серии мы добавляли в тот же М8В разные добавки, которые смогли найти в нашей новосибирской рознице. Это и Молли Грин, и Хагер, и Степап, и Ресурс, и Лики Молли, Хада и некоторые другие. Для того, чтобы понять, на какой основе они сделаны, потому что не все добавки сделаны на основе хлоропарафинов, некоторые сделаны на основе политетрофторотилена или тефлона, некоторые на основе молибдена и так далее. То есть они по-разному устроены, разные компоненты в них используются для производства, поэтому принципы их действия радикально друг от друга отличаются. Некоторые не работают из коробки, например, с МТ2 или ЕРК. Для некоторых нужна какая-то термическая активность для того, чтобы они проявили свои свойства и так далее. То есть это отдельная тема для большого видео отдельного. Об этом сегодня мы говорить не будем, тем не менее, если у кого-то есть интерес, посмотрите. В четвертой серии видео мы взяли те бренды, которые блогеры чаще всего пиарили своих роликов с машинкой трения. Это Равинол, Новос, Экстрим, Партнамбер 710, Полимериум, Татнефть, Виндиго, Купер, Лики Молли. Протестировали, результаты оказались вполне предсказуемы. Это ссылка под номером 4 и это же завершающее видео к этой серии. Если у кого-то нет желания все переслушивать и пересматривать, просто открываете четвертую серию и смотрите с 30 минуты, где я рассказываю финалочку. Там все есть абсолютно. Все ссылки на видео, еще раз напомню, будут в описании. Если кому-то лень, четвертая часть, 30 минута, смотрим. Самое забавное в том, что после серии этих моих видео некоторые люди стали писать в комментариях, что таким образом я рекламирую SMT2, Нью-Йорку и подобные добавки. Те, кто не до конца понял смысл того, что я пытался донести своими видео. Давайте разбираться. Для начала все мировые производители смазочных материалов абсолютно без исключения американские, европейские, российские, китайские, корейские используют для тестирования своих продуктов, моторных масел, в частности, систему ASTM. ASTM это американское общество по испытанию материалов. Скорщенно ASTM. Если вы откроете любую TDS, посмотрите в нижнюю часть TDS, там есть результаты анализов по ASTM, ASTM и какой-то номерок. Это номер, анализ, номер испытания. Естественно, никаких анализов, испытаний на трение подобных, тому, которые вам показывают блогеры, фокусники в своих роликах, нет. В природе не существует. По трению относительно смазочных материалов есть CHM. Это четырешариковая машинка трения, которую я показывал вам уже в своих роликах. Мы были на заводах, на многих и во всех лабораториях, ну крупных более-менее, есть CHM. Как правило, это четырешариковая машинка трения, которую используют для испытания конститентных смазок. Есть машина трения Тимкина, которую в лаборатории никто не использует особо, но она существует в природе, и на ней, опять же, не тестируется моторное масло. Все. На что-то подобное по СТМ, ну скорость двигаться, СС, там, не знаю, это совсем не то. Это низкотемпературный сдвиг. Разрушение полимерного загустителя на форсунке Бош, это вообще не то. То есть, как бы никаких тестов подобных, которые мы с вами видим в этом фокусе с машинкой трения, с моторными маслами не проводятся. Просто не проводятся, их нет. Если кратко, то это китайская пародия на машину трения Тимкина со схемой веса, рычаги, ролик-подшипник, масляная ванночка, никоим образом не отражает реальную работу смазочного материала в реальном ДВС. В реальном ДВС это широкий диапазон температурных режимов, это гидродинамические режимы, где детали зачастую не соприкасаются друг с другом, а работают через масляную пленку. Ну, то есть, эта тема такая достаточно обширная. Вы можете ее сами изучить. Материалов по этому поводу, по требологии и по работе в ДВС, трущихся деталей, их очень много, материалов, научных в том числе. Почитайте, послушайте, все это сначала изучите, и потом уже просто можете сделать самостоятельные выводы, потому что эта тема отдельная, и мы можем говорить про это очень долго. Итак, фокус, как это работает? Как блогеры показывают вам, что одно из тестируемых масел выдерживает нагрузку по блинам в 5 раз, там, в 4 раза больше, чем другие. Очень элементарно все это работает. СМТ-2, ЕР и другие подобные добавки масла, они сделаны на основе хлоропарафина, как правило. Хлоропарафин, мы к нему еще вернемся ниже маленько, это очень интересный материал. Он работает сразу из коробки. То есть, вы наносите немножко СМТ-2 на ролик, каплю, вот буквально реально каплю. Продукты этого никакой дополнительной обработки не нужно, не нужно никаких притирок там и так далее. Все работает сразу здесь и из коробки, и снижает трение мгновенно, то есть сразу. Либо добавить этого продукта немножко перед тестированием в продукт, в масломатонное. Ну, одно из двух, неважно. Это можно сделать незаметно в любом случае. После этого продукт показывает результат, который превосходит все ваши ожидания. Это все мы разобрали в моих видео, которые вы можете посмотреть сами. Там все это наглядно показано. Причем убрать этот продукт с ролика потом, когда он нанесен и переработался, очень тяжело. Для этого недостаточно даже его просто протереть тряпочкой. И, как правило, он полностью убирается только после обработки этого ролика специальным бруском, который, кстати, идет в комплекте с этой машинкой трения китайской. Бруском вырабатываете очень долго ролик, в течение 3-5 минут, потом еще сверху можно кромочистно пройтись, для того, чтобы полностью убрать его. Поэтому он наносится очень легко, стирается очень тяжело поверхности. Вот такой вот материал волшебный. Таким вот образом построен фокус. А теперь самое-самое-самое главное. Внимание. Ни один известный мировой производитель смазочных материалов не добавляет в свои моторные масла хлоропарафины. В составе на основе хлоропарафина. Хотя хлоропарафины стоят копейки по отношению к жирному пакету присадок от инфенил, абризол, эфтон или баронайт. Они стоят реально копейки хлоропарафины. Чего проще бы, казалось бы, добавить немножко хлоропарафина в присадки, которые используют уже в пакеты. И получаем великолепный продукт, который, по мнению блогеров, российских уделывает напрочь все остальные аналогичные продукты, бренды и так далее. Конечно же, не все так просто. Неспроста не добавляется данный компонент. Хотя он стоит дешево. Еще раз напомню, очень дешево стоит хлоропарафины. Присадки на основе жидких хлоропарафинов. Конечно, они используются в нечистом виде. Это еще, скорее всего, антиоксиданты. Это сурморганические какие-то соединения. Возможно, это, возможно, еще барнокислые калии, сульфонаты кальция и подобные вещества. То есть, как бы это композиция какая-то. Но основное вещество все-таки действующее – это хлоропарафины жидкие. Механизм действия жидких хлоропарафинов известен уже сто лет. Он создает пленки из флоридов металлов на локальных участках трущечной поверхности под воздействием больших удельных нагрузок. Это выяснили уже еще в какие-то там бородатые года. Поэтому никакой тайны и ноу-хау здесь вообще нет. Возвращаясь к тому, почему крупнейшие мировые производители смазочных материалов не используют в производстве продуктов своих жидкие хлоропарафины, ограничиваются стандартом набором из молибдена, кальция, цинка. И в премиальных продуктах там используют еще эстеры и аллокилы, нофталины. Хлоропарафины малоэффективны при работе с высокими температурами и удельным давлением, которое образуется в парах трения. При работе в ДВС они дестабилизируются и выделяется избыток хлорида водорода. Плюс возможное разложение ингибиторов, повышение каталистического воздействия хлоридов металла на реакционный процесс окисления углеводородов в масле, что ничему хорошему не приводит. В частности, может негативно сказаться на устойчивости граничной масляной пленки. Но это уже гебри, в это вам лезть не стоит, просто поймите, что не все так просто с применением хлоропарафинов в моторных маслах. Учитывая все вышесказанное, то, что хлоропарафины жидкие стоят реальные копейки, вам не кажется странным, что производители дешмана, самого дешмановского масла, который использует вместо чистой базы переработанные масла, отработку осветленную и так далее, даже они не используют при производстве хлоропарафиновые компоненты. Почему? Потому что это не то пальто, это не нужно им. Хотя они вообще не заботятся о клиентах, там, люцеку, дешмонеллу, и вообще им плевать на всех. Даже они не используют. Бытует даже некоторое мнение, что подобные добавки могут негативно повлиять и дестабилизировать пакетный присадок, готовый в моторных маслах. Хотел тогда дать должное, за 27 лет, за 27 лет, которые я занимаюсь моторными маслами, я помню, и РСМТ-2 еще с самых-самых основ, когда только появились. На моей памяти вообще не было ни одного случая, когда использование подобной добавки привело бы к какому-то вот такому-то результату, поломке ДВС или капремонт, или чему-то подобному, вообще ни одного, не помню случая. Если у вас какие-то случаи были подобные, пишите. На моей памяти их не было, хотя и мы сами тоже, в том числе, эти добавки продаем. СМТ-2 у нас есть в продаже, и РСМТ-2 есть в продаже, вот, поэтому... Думаю, что, конечно же, да, сказывается больше в данном случае эффект плацебо, но негативных каких-то факторов и негативных моментов, которые связаны с использованием этих добавок ДВС, добавок к моторным маслам, я не знаю, никогда не встречался с ними. Ну, ни разу, вообще, в принципе, вообще ни разу. Итого, все эти видео, о которых мы с вами говорили, не являются рекламой СМТ-2, ЕР и подобных добавок к моторным маслам. Те, кто смотрит меня давно, прекрасно знают, что я к добавкам моторным маслам отношусь достаточно прохладно, я их особо никогда не рекламирую, не пропагандирую, и о них не рассказываю. Я считаю, что любые хорошие моторные масла от именитых производителей в своем составе содержат те пакеты, необходимые, нужные, проверенные, протестированные, которые там и должны быть. Пакеты от известных производителей мировых, это Аронайт, Инфиниу, Бризол, Эфтон. Возможно, есть сейчас хорошие и появятся, но они появятся обязательно, в любом случае, пакеты от китайских производителей, тех, что, например, там тоже самое Ричвелл и так далее. Не исключаю то, что они добьются того, что по качеству, по составам и по характеристикам будут соответствовать пакетам от четверки и крупнейшие производители мировых. Не исключаю абсолютно этого. Ничего добавлять в хорошие масла, по моему личному мнению, не нужно. Вы можете это делать, опять же, по опыту моей работы, никаких негативных особо последствий в этом не вижу, и не было никогда ни одного нарекания по этому поводу, но, тем не менее, я считаю лично, что это просто бессмысленно, это бессмысленная трата ваших денег. Хотя, конечно же, индустрия по производству добавок, моторные масла, она огромная, и деньги вкладывают сумасшедшие, поэтому адептов добавок в моторные масла очень много, тех людей, которые за них прямо интенсивно вали, там, пиарят, так далее, их огромное количество, и тоже не секрет ни для кого. Я не против ноу-хау, нанотехнологий новых разработок и тех компаний, и тех людей, которые пропагандируют добавки моторные масла, ими занимаются, потому что, ну, эта индустрия большая, это исследования, это действительно какие-то новаторские идеи. Абсолютно не исключаю того, что есть добавки моторные масла, которые действительно улучшают, дополняют и развивают те свойства полезные, присадок моторные масла, которые закладывает в них производитель. Абсолютно этого не исключаю, скорее всего, такие добавки моторных масла существуют. Но это очень такая тонкая тема, который, открытости которой не способствует отношению, в принципе, людям к добавкам, да, пиар, маркетинг и так далее. Хотя абсолютно не исключено, что такие добавки есть. Затронем еще один смешной, но очень важный момент. Некоторые люди не понимают разницы в понятиях добавки масла и присадки масла. Давайте рассмотрим это, расставим точки на три. Присадки это то, что добавляется моторное масло в процессе варки. Моторно трансмиссионное, неважно. В процессе варки на заводе этого продукта. Присадки, как правило, собираются в пакеты. Пакеты эти делают не производители моторных масел, это делают отдельные структуры. Их, на самом деле, в мире не так много. Кто занимается производством пакетов для производства моторных масел. Пакеты эти сбалансированные. В них есть все необходимые компоненты для того, что продукт, моторное масло, работало в ДВС так, как нужно. Либо в ДВС, либо в трансмиссии. Эти пакеты состоят из разных присадок, антифрикционных, противопенных, антикоррозийных, дисперсорных и так далее. Разные присадки собраны в пакет и добавляется этот пакет в процессе варки моторного масла. Это присадки. Слово «присаживать». Когда масло варится, присадки присаживаются при определенной температуре. Варится масло, получается готовый продукт. Присадки. Добавки. Добавки – это то, чего в моторном масле нет после его производства. То есть, моторное масло приходит к вам с пакетом присадок. Добавки добавляете вы сами. Все склянки, пластиковые баночки, стеклянные и так далее, металлические, которые вы покупаете и потом добавляете моторное масло – это «добавка». Слово «добавлять». Все очень просто. С этим разобрались. Надеюсь, путаницы больше не будет. Друзья, огромная просьба в комментариях к этому видео. Пишите свое мнение про добавки масла. Моторные, трансмиссионные. Как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что они приносят пользу? Если да, то ваши реальные отзывы, чем вы пользовались, как это вам помогло, какие вы заметили изменения в работе ДВС, трансмиссии и так далее. Если вы считаете, что это эффект плацебо, тоже пишите об этом. Если вы считаете, что они приносят вред и были такие инциденты, у вас, не дай бог, тоже об этом пишите, потому что эти все вещи будут интересны всем. Ваши комментарии, ваш опыт использования. Ну и, конечно же, маркетологи, пиарщики, компании, которые производят присадки, как обычно, жгите. Всегда рад. Вот. С вами Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. Получилось долго, конечно, да, но, к сожалению, проще и короче не было возможности объяснить. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, подпишитесь на меня на Дзене, потому что на Дзене выходит видео гораздо раньше, чем здесь. Всем пока!